Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я продолжаю репортаж из обвального гнезда Новости, большой босс Исчез не орёл, а орлица Это я, большой босс Это не прогулка в парке, надо действовать Прежде всего, разуй глаза, слепая курица У орлов дурной характер Мне немедленно нужен секретный агент Броник Повторяю Слушаюсь Броник, перестань изображать крутого Расскажи нам о золотых орлах Эти птицы настоящие повелители пернатых Их ценность для природы в том, что они охотятся только за больными животными По размеру орлы мель Чарлиц Ух, какой прыткий Ростом всего от 75 до 90 сантиметров Весит 4-5 килограммов У орлы лица больше мышц на груди Как ты смеешь нахал Ты повсюду находишь друзей Ноги у них очень крепкие С острыми когтями Не приближайся, если не хочешь неприятностей Пожалеешь Их секретное оружие – загнутый к низу клюв Им они разрывают добычу, держа её в лапках Пора тебя проучить Так ему и надо Перестань, Броник, а то будет С нами матушка Кэнга Я нашла брошенные орлиные яйца, им уже 45 дней 45? Да, именно через столько дней появляются птенцы Мама, ты моя мама Ой Зови меня матушка Кэнга Вот ещё один родился Я хочу сестричку, хочу сестричку, хочу сестричку Ой Вот это да, сеструха Кесновато тут у вас Такого орлёнка, как я, не прокормить Хи-хи, ты не знаешь, что орлята плохо ладят друг с другом? Куда же запропастилась их мать? Агент Поло, мы хотим знать, где живут орлы Соберите информацию и доложите Не надо кричать, я не глухая О, мам, не ушиблись, шеф Ути-ути-ути-ути Орлы живут повсюду И на стене? Где же тут гнездо? Вверх, остроумие Я принесла эту карту, чтобы показать, где можно найти орлов Практически везде, кроме Австралии и Северного и Южного полюса Об орлах можно говорить бесконечно, но я... Поло, ближе к делу Мы не в гостях Давай дальше Хорошо Золотые орлы живут в Северном полушарии В Северной Америке, Северной Африке В Европе, в самом центре Азии Что это? Что это? Золотой орёл на Северном полюсе? Невероятно, я должна проверить Я тоже Хи-хи, что за шутки? Как ты попала? На Северный полюс Меня сюда сестрёнка послала, я не знала, что орлы тут не водятся Ты стала первой, и что теперь? Молодец, Хи-хи Ты решила поиграть с аборигенами Большой босс У вас ведь острый глаз? Да Для совы ты слишком умный Они видят добычу за несколько миль Эй, это же моя роль Что это? Он прикован за ногу Значит, положение серьёзное И может стать ещё хуже Что нового? Счёт из магазина Сложная задача Тогда это работа для... Орлона! Я здесь Гром и молния Искать пропавших дело чести О, такой красавец, один вид чего стоит Я здесь не для красоты Я принимаю задание Большой босс Я не остановлюсь, пока не найду её Эй, Орланд, торопись Мы не можем позволить, чтобы из-за людского безразличия исчез ещё один орёл Приготовились Оле-оле! Оле! Я не могу пропустить такое приключение Закрылки выпустил Шасси проверил, контроль выполнил, к взлёту готов Об охоте разговора не было Я не нанимался в перевозчики Я потерял управление Смотрите, он показывает, как мы, Эрли, можем развить скорость до трёхсот километров в час Конечно! А мы едем, едем, едем в далёкие края Оно меня бьёт, отстань от меня! А тем временем в утреннем небе упругие крылья рассекают воздух Запомните, совы никогда не летают так высоко Это ерунда Вот доберёмся до тёплого воздушного потока До тёплого? У нас принято всё проверять Что ты творишь? О, нет! Эффект был В другой раз я сам буду искать тёплый поток Полетели, а то в три часа нам достанется То есть нас ждут неприятности? Я готов встретиться с опасностью Например, с такой Кажется, уже три часа Он быстро летит Приготовились, Орлан! Барон Фон Хи-Хи, покоритель неба Он обстреливает нас вопросами На какую высоту поднялся Орёл? У Барона Хи-Хи нет парашюта Вариант А Четыре тысячи метров Вариант Б Семь тысяч Вариант С Одиннадцать тысяч Я знаю ответ Ответ узнаете в конце фильма Дети, меня зовут матушка Кенга Мама, 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 мы есть хотим Я не ваша мама После десяти часов напряжение нарастает Все играют, кроме меня Орлята не прыгают, а летают Так природой положено И ещё От рождения орлята пушистые Их пух тёплый и мягкий А почему наши перья белые? И правда, почему? Расскажите Потому что только у взрослых птиц перья коричневые Этот парень думает, что он уже взрослый Убери его, Кенга Сию минуту Я объясню семейные обязанности орлов Отец приносит птенцам еду, когда они маленькие А дальше от них заботится мать А пока Кенга присматривает за малышами, навестим наших путешественников Мы ещё летим? Ты не машешь крыльями? Мы так свалимся Не крутись Если поймать поток, то можно было бы висеть часами, если бы не голод Не волнуйся Грызли, надо подкрепиться Повар, тут как тут по первому зову А спросите, зачем? Сейчас узнаем Это маловато Шеф-повар Грызли сидит на облаке Это непостижимо Где же моя сковородочка? 10-15, этот парень вам не надоел? Курс юг-юго-восток Цель – атакую Накорми нас как-нибудь Уже, уже Но орлы питаются мелкими птичками и животными Кроме тебя никого нет Медведь подойдёт? Орлы что, едят медведей? Ведь я медведь Повторите заказ Я не ем медведей Но я могу подумать Я выбираю добычу от полукилограмма до пяти Можно и десять Но это утром Кажется, мы кого-то ищем Одну минуту Я вижу кролика А он видит меня Что там у нас ещё в меню? А, закусочка из мышей Рыжая лисица Немного острого И, конечно Аппетитный козлёнок Богатое меню Ой, какой козлёночек Очень вкусно Утренний полёт проходит над лесом полным добычи Голох не тётка Здесь высоко Высота моя стихия Как изголодался, интересно, какая у меня стихия Он готов съесть медведя Говорящее облако Приятно познакомиться, я повар Грызли Ты думаешь, я не знаю, что орлы не едят медведей? Не глупее тебя Они пытаются животными, которые в два раза больше их улавливаешь Как же Одна гиена, два орла Пусть поищет кого-нибудь другого Тебе нравится такая скатерть? Я сделал её из парашюта Кстати, хи-хи, парашют Вещь полезная С ним прыгать удобнее Самое главное, не забыть дёрнуть кольцо При съёмках никто из животных не пострадал Туни-молцы Смотри, еда для орлов Ой, я никогда не видел таких птиц Интересно, чем они питаются? Это серьёзно Появление электрических проводов тоже стало причиной исчезновения орлов Жаль, что от этой парочки нам никак не избавиться Поправьте им грим Мы продолжаем поиски Вперёд! Я есть хочу Где добыча? Здесь есть повар Мы не отпустим его, пока он нас не накормит Да успокойся же ты, непоседа Эти обжоры слишком быстро растут Я слышу, как скребутся мыши Эй, стоп! Орлы не летают до трёх месяцев Тебе нужно хорошо есть, чтобы вырасти сильней Тогда давай еду Отдай, это моё! Отдай! Отдай, это моё! Нет, моё! Нет, моё! Нет, моё! Моё, моё, моё! Прекрати! Прекрати, ты ведёшь себя нахально и грубо! Отдай, 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 отдай! А ты научишь нас, как летать правильно, охотиться, а? Такие маленькие уже личности Час дня, полёт в горах Орлан готовится к охоте Не могу больше терпеть Что ты медлишь? Кролик убежит Уже бежать, шеф? Не бойся, я уже перекусил падалью Для кролика ты великоват Опомнись, падалью питается только хи-хи Падаль! Дайте мне гнилушек! Что смотришь? Охота не всегда бывает удачной Я хочу падали! Где гнилое мясо? Обеденное время Лесной пейзаж Обед хи-хи накрылся, как и она сама Только не сейчас! Надо перекусить Где они? У меня в ванной Хочешь летать? Сначала надо делать упражнения для укрепления крыльев Надо сидеть на краю гнезда, как все орлята Сидеть надо смирно Сидеть надо смирно, я сказала Хочу охотиться, хочу поймать утку Я научу тебя, только перестань плакать Запомни, орел атакует утку снизу Пошел? Я поймал! Отдай! Если не найдется мама этих малышей, им придется не сладко Никто, кроме матери, не сможет научить орленка премудростям жизни За этой дверью нас ждут другие удивительные истории жизни людей и свиней Орлу грозит опасность Поможем ему Помощь, мое хобби Помогите! На помощь! Не бойтесь, Кристофер на чеку Человек за рулем это ужасно Животные не могут укрыться от машин Увы Слава герою! Три часа пополудня Дорога в никуда Мы никогда не найдем пропавшую Неблагодарные люди несут вред орлам многими способами Эй, чем это пахнет? Люди используют столько пестицидов и не задумываются, что больше приносят вреда, чем пользы Что это за дрянь? Это точно не я Никакая химия не перебьет мой индивидуальный запах Это единственный неповторимый запах элегантности Кристофер Делл Парк белого гнезда Все спокойно Если я не двигаюсь, меня не видно Какой молодец, просто статуя Брось ему семечек Он заслужил Смотри, смотри Надо сфотографироваться Вы должны учиться терпению Приходится ждать часами, пока попадется подходящая добыча Да, ну... Я слышал о лысых орлах, но никогда не видел слепых Смотри лучше Я поймал и съел его Оглянись, тут целый обед Не произносите этого слова Мне это надоело Да, шеф Обучать молодежь очень трудно Лас приветствует ваш шеф-повар Орлы охотятся только тогда, когда голодны Они не охотятся ради удовольствия Но нападают ли орлы на других орлов? Мы не едим себе подобных Понял Опасность сзади Сзади Но кроме тебя сзади никого нет Пять часов Высокие чувства на склоне дня Привет Нежность моя сущность Но долг превыше всего Ты спас меня Осторожно, брак у орлов длится всю жизнь Не знаю, как мне благодарить тебя Всю жизнь вместе Согласна Как не кстати Это очень не кстати Наша гнездышко Всю жизнь Мне кажется, произошла ошибка Малышам будет уютно Солнечная сторона, крепкие стены, все изолировано Изолировано, понял? Уютное гнездышко В доме всегда много уборки Откуда берется мусор и объедки? Если тебе тут не нравится, могу предложить другое гнездо У моей подруги их 12 Понятно А у меня лучше Самое удачное место Для высиживания птенцов Что скажешь, дорогой? Решающее слово за тобой Просторно Конечно Тут можно играть в догонялки Хватит броник Места много? Ты сам сказал Спасибо, матушка Гнездо имеет 3 метра в длину и 2 в высоту Размером с трактор А меньше есть? Давайте поищем Такое гнездо очень тяжелое Как его строят? Из веток, конечно Мне нравится, когда гнездо большое и прочное Это, пожалуй, самое тяжелое Напомни, зачем мы летим Долг 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 А как же, малыши, милый? Вернись Олли, не молчи А поцелуй на прощание Летим отсюда Никаких поцелуев Нас зовет долг Спасение спасателей Дело рук самих спасателей Художник, помогите им, пожалуйста Мы продолжаем Мы нашли ее, Орлан Вот она Успех — это моя судьба Она попала в ловушку Освободитель — это мое прозвище А мое прозвище какое Может, заготовитель? Я всегда готов готовить Вы только посмотрите Как можно ставить такие капканы? Я вас проучу Задание выполнено Вы спасены Не болтись Распрямите крылья Вот это великолепно Чем же ее кормить? Опять Простите, но у вас такие перья Не могли бы вы отцепиться от меня? Не будем ссориться За возвращение матери детям Это ты, Орел? Я покажу, кто тут Орел, мелочь Дорогой, я нашла тебя Долг, долг Мама, 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 давай, мама Да замолчите вы все тут Я устал от вас Мне пора в отпуск Оли, Оли, Лу Восемь вечера Задание выполнено Спасайте Орлов вместе с нами Послушайте его Жизнь Орлов в ваших руках Если будете смотреть следующую серию Возьмите платок Что это значит, Олли? Будете рыдать от смеха Нас ждет встреча с тюленями У некоторых из них есть такой длинный Длинный Любопытство не порог А есть ли хищные морские львы? Они украшают себя костями своих врагов Зачем тюлени выделяют липкое вещество? Какие у них отношения? Не забудьте платки Все это вы узнаете в следующей серии Носом чую будет интересно Олли Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok